Моя Родина Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Здравствуйте, друзья. Однажды, несколько месяцев назад, я создал первую серию, расшифровку своего каталога. А потом надо было продолжать, но как-то она не продолжалась. Прошло время, наступила осень, люди вернулись в дачу и ничего. То есть такое впечатление, за редким исключением, что больше сады выращивать некому нечего. Ладно, бы меня не знали. Знают. Сейчас мы с вами попробуем объясниться. Смотрите, вот это мой каталог. Я его, он есть и на моем сайте, и я его рассылаю всем, кому не лень. И тем не менее, ой, какой я был популярен. Я помню однажды, когда Сафронова разместил мой каталог, а у него туда всего тысячи три было подписчиков. Я за три дня получил 200 заказов, а потом неделю не спал, пытаясь их выполнить. Правда, половина тут я раздумала, но все равно это было существенно. А потом, скажем, года меньше, меньше, и вот приехали. Я вынужден вернуться к этой теме, потому что у людей отбита охота напрочь. Смотрите сюда. Внимание. Ольга Исакова ответила Юрию. Ольга Исакова это как бы относится к категории, как они сами себя считают, суперсадоводы. Выпускница Тимиряевки, Тимиряевской Академии. Юрий это мой брат. Они сцепились, потому что она пропагандирует приемы, которые я называю вредные, опасные, смертельные и бесполезные. Вот. И тогда она нашла слабое, и как я, по ее мнению, это слабое место в моей этой. Смотрите, в чем. Давайте по порядку. Сейчас интригуруем. Итак, каталог. Вот. Это мы с вами проходили. Я каждое слово расшифровал. Помните, 5% это те, кто будет прививать. Это 95% не будет. Что нужно тем, кому 95%. Что им нужно. Вот. Я написал, кто никогда не возьмет привозь у ножка. Им нужна, чтобы косочка дала кутерный плод. Ну, что, непонятно. Вот. И тут нашла эта самая косана камень. А она мне, считайте, помогла. Исакова. Сейчас поймите, почему. Отрицаю, что его дички будут. Смотрим сюда. Смотрим внимательно. Этого потом. Это все потом. И чтобы книги нужны. И чтобы важные книги не устарели. Это все потом. Вот. И, наконец, кроме этих атрибутов, это все потом. И, конечно же, понадобится. Но это зачем вам нож, если вы не хотите привать. Смотрим. И так начинается мой каталог. Абрикос, амур, привитый. Как написано? Будущий привой или коннесобственный. То есть, мы можем вырастить мазерский абрикос, как самый морозостойкий в мире. И привить на него амур, и получим прекрасные плоды. Урожай скромный. 10-20, бывает 30 лет. Да. С одного дерева. Представьте себе мысль. На 30 лет стоят друг другу полные. 10-литровая, полная плодов, под навязку. Это можно представить. Я вам показывал сотни фотографий. Но самое главное, второе слово. Ирикорнесобственный. Ирикорнесобственный. То есть, это значит, что... Это значит, что он не просто вырастет. Но он должен еще и вкусным быть. И тогда я сказал себе, давайте-ка разбираться до конца. У меня есть особая папка. Она почти секретная, потому что ее почти никто не видел. Один раз показал в фильме. А сколько там было просмотр? 400, 500. Смотрим. Итак. Нашла Касанака. Если Ольга права, я мошенник. Это ее слова, мошенник. А если Ольга не права, значит, вред от нее. Не только от того, что она своими обрезками, своими этими чашами, когда деревья улучшают. Бог не знал, как вырастет. Черт-те что! И ветки растут не туда, и не так, и не там. И тогда надо улучшать. Ольга против Бога. Не только она. Таких сотни, тысячи якобы специалистов. Но она еще и замахнулась на то, что из косточки обязательно вырастет. Внимание! Вот она пишет. Если бы в каталогах, видели каталог, было написано, что косточки от сортов, это было бы честно. А вы продаете косточки от свободного перекрестного пыления сортов, как сорта. Во-первых, дорогая Ольга, если бы не было бы свободного перекрестного пыления, косточки от сортов, и сами эти деревья, и сам этот сад, гроша бы ломаного не стоил. Понимаете? Если не будет половой связи с плебеями, это что вырастает-то? Если она в Франции, или из Бельгии, как мои эти самые, листая красавица, или сорт королевский абрикос, так они такие же останутся. Вы понимаете, мы их адаптировали, мы, сибиряки и северяне. Вы же не живете в том мире, вы же, цитаты-то, 90-летней давности проявили, ну, когда вы написали, что вегетативная гибридизация – это ложь. Вегетативная гибридизация – ложь. Чарльз Дарвин говорил, что вегетативная гибридизация – реальность. А Ольга говорит – ложь. Но она не проверяла, я проверю, а Ольга – нет. Ольга, дорогая, вы же не отказались от своих слов. Посмотрите, какой от вас вред. Итак, вы этом ко мне. Вы продаете косточки от свободного перекрестного пыления. Сорто, как сорта. А это обман шарлатанства. Перед вами сидит… Меня видно? Нет в этом. Внимание! Перед вами сидит обманщик и шарлатан. Вот. Дальше. Не передаются сортовые качества сортов перегенеративного размножения. Да вы что? Из этих костик не сорта вырастут, а дички и жердели. Сейчас я вам их покажу. А люди вам верят, выкладывают за них по 1000 рублей. Ну, 1000 рублей – это за 40 косточек. Вот написало бы, что выкладывают за 40 косточек 1000 рублей. А кто-то бы рисовал, сказал, да уже лежала такая репутация. Ладно, кому верить? Выпустить семерезики или металлургу уже лежала? Вот. Ну, подумаешь, там лучший изобретатель города Новичка. Это же ни о чем. Так вот, 40 косточек. Напишите за 40 косточек тысяч рублей. Я же призывал вас. Нет. Вы остались. Вот это вот обман, ложь с вашей стороны, так и висит до мокла в месяц. Ведь вы же упустите семерезики. И дальше вы хотите, чтобы я уважала вашу команду. Все это наврала. А я теперь как, ей врунов как уважать? Как поставить все на его место? Теперь мы переходим вот сюда. Внимание. Фото плодов. Жереза в чужих садах. Я вынужден, так как все-таки я скосочек семечек продаю, я вынужден войти в свой вот этот полусекретный, потому что когда меня просят, я высылаю. Фото сорта образцов и клонов в семьи железы в других садах. Я сейчас многое пропущу. Хотя, конечно, это наш небесный покровитель, от Слябя. Герой Куликовской битвы, погибший за Родину. Как символично в том саду, да? Вот. Но сейчас подробно не могу, извините. Вот. Я специально показываю. Итак, по мнению Ольги Ольга Куликовской битвы, Исаковы. Это все сад смешанный. Здесь рядом вырастут дикари, и из этого тоже вырастут. Так и написано, дикари жердели. Написало бы что-то промежуточное. Например, здесь 120 грамм, а вырастут, допустим, 50 грамм. Да многие счастливы будут. 40 грамм. Счастливы. А уж 80 грамм. Это вообще сенсации. Вы найдите его в этих. Еще раз. Мы с Сибиряком, Байкаловым, два, один с Кабакана, другой с Савиногорска, Шушенского района, привезли в Москву абрикосы вот этих. Больше никто не привез, хотя время было цветение. Команда была всем везти все, чтобы вырастили плодопитомники. Нету ни одного плода, кроме нас, двух Сибиряков. Ольга, что же вы творите-то, а? Ну, идем. Ну, что, клянусь Богом. Знаете, о чем я сейчас поклянусь Богом? Вот. Кстати, это моя совесть. Если бы она хоть где-то увидела себя с фальширью, она бы со мной дела бы не имела. Это моя лучшая ученица. Савинич Георгина Санна. Кандидат наук, между прочим. Так вот, я клянусь Богом, что я не выбирал, например, присыл, присылает сарта и написано там, дописи. Вы вырастили с косточек ваших сарасов, получили зячки. Ни одного такого нет. Я Богом погдал. Огнев. Так, проверяем, идет запись. Ну, надеюсь, идет. Так, Огнев. Зимой было минус 47. Я не говорю, что это сейниц. Но, здесь у меня все подряд, а мы будем выбирать про сейницы. Про те, которые не привиты. Но 47. Вот. Ну, это подмосковье, Обнинск, это сам великий Макаров. Я уже называю великим. Потом, лет через 50, через 100, многие из нас вознесут уже как эти, как хрестоматийные примеры, как классиков. А пока, ну, сами понимаете, можно вырасти чудо, можно два раза увеличить размер, как Макаров, размер Серафимова. Два раза увеличил, и ничего. Что, тут же сенсация, тут же приехали с института, стали, позу такую, вот, ну, пожалуйста, Алексей, будьте добры, поделитесь. Не, охрен, не нужно им ничего. Ну, я много пропускаю. 96 плодопитомников украли мои фотографии. Да только одно момент, несколько лет назад. Поняли? Мои фотографии 96. Вся Россия врет, врет, врет. А вот реальность, это тоже, специалисты из этого, из Коснярского госуниверситета. Вот эти не постеснялись приехать. Так, высылаю фото четырехлетних персиков. так, так, ну, а, это с косточек раз. Теперь уже свои косточки заложили, уже свои. Бедро Татьяна. Тут вообще расшифрока. Я не буду открывать, это делал не раз. Вот. То есть, непривитые у нее персики культурные. Вот. Дальше идет у нас кто или азальцев? Казань. Вот. Я заранее не знаю, это сеется или не сеется. Дождался урожая. Спасибо за косточки и за саженцы. Так. Мальчури издает модель, значит, не привитый. у него получается смешанная и от саженцев, и от косточек. Это привитые. Пропускаем. Косточки, перчики с четверкова. Из косточек. Это надо открывать. Сейчас быстренько как бы. Ой, все. Открыть YouTube. А нет, открылась. Ну, как работает YouTube, вы уже знаете. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Черков. В своих видео я рассказываю о том, как живое обустраивалось в лесу на участке земли размером в 2 гектара. рассказываю что я здесь делаю, как, зачем и почему. Приятного просмотра. Ну, а дальше хочу немного рассказать про наши персики. Все, дальше не будем, иначе мы никогда не закончим. Увидели? Увидели. Идем дальше. Где, где, где? Выйти далеко, выйти обратно. Ага, вот здесь я был. Так, Вера Юдина проверила вам, доказала котико-абрикосов слив. 50 абрикосов, зашло 37, 40, зашло 43. Это все мое. и наконец результаты. Подросли ваши абрикосы. Косточки выписывала в 2007 году. Ой, жалко, не могу я все это читать, потому что время, время, время. Косточки, косточки, внимание, косточки, были косточки. Так, гражданка Исакова. Вы когда-то извиняться будете? Ну, хотя бы как-то завалировано, что жизнь заставила пересмотреть, что не надо бить себя в грудь и говорить, я ошиблась, я бы нанесла вред садоводству. Вот. Ну, нельзя оставлять это тоже, ведь там больше миллиона подписчиков, там, где вы хозяйничаете. Вы поняли, что вы творите? Вот они, ваши дикари, как вы написали. Вот мой обман, мошенник Железу. Вот они. Это живой человек. Кемерово, Нина Акимова. Выражаю за черенки, за косточки. Подумай, четыре вида. Правда, я или из косточки, или из черенка. Четыре вида пойдет? Вот. Или, как-то кишутся, леса, которая не допрыгнула до винограда, до спелого. Сказала, что виноград зеленый. Есть такие? А, подумаешь, а, подумаешь, что это? Боряд ли персик, это так, груда. А знаете, какие они вкусные, ароматные? Вот. А теперь смотрите, здесь есть абрикос из черенка. Так. Видели? Персик хорсанский из черенка, абрикос из черенка. Абрикос королевский, клон железа, выращенный скотчки по отношению на шестой год. Видели? Ничего, я это. Вот, а большую ошибку сделала та самая Ольга Исаакова. Сколько я вас уже вспоминал, у вас, наверное, и каяться каждый год. Хоть раз в год не вспомню. Почему? Потому что вы не извинились, вы не сгладили как-то это. Вот. Вы оскорбляли моего сына, а потом говорили, ну не могу в шутку превратить. Почему же вы в шутку не превратили? Оскорбляли моего брата, Юрия Зелезова. Потом уже это самое, вы не знали, что он выпускник сельхозакадемии. Это вы сельхозакадемии? А он сельскохозяйственного буза. Только другого. Там, может быть, лучше учили, чем вас. Декорировали. Вот он, из косточки. Вот она. Что здесь написано? Абрикос королевский. Вырисуем. Ну что, продолжать? Пящий хорстанский черенком. Вот. Ну что, найду дальше это, дальше, дальше, хуже, хуже. Горело. Горело. Вот когда теперь созрел? Может, с косточки, может, с сельком. москва, митина. Ладно, в виде анекдота рассказываю почти как анекдот и закончу. Да, знаете как, тут огромное количество всего. Сейчас я вот расскажу, как анекдот, и будем заканчивать. меня жалуются, что устает, предвиду, господи. Итак, улица города, человек посадил из косточки абрикосы, 2 или 3 шаренца и першик. Абрикосы были тут же украдены, но, видимо, листья абрикосовы более знакомы, а першики листья никто не видел. Ну, его как его. И ведь дождались прямо на улице, что абрикос заплодоносил. Ой, персик, персик, астанский абрикосы украли, выкопали, а так как никто не знает, как персик выглядит с ледными листьями, как у его, дошло до плодоношения. Рассказываю, как они, дальнейшую судьбу не знаю. И, наконец, смотрите сюда. Здесь множество фотографий абрикоса, сливы, персиков из косточек, из косточек. Знаете, что я делаю? Вы потом можете медленно-медленно все это повторить, убедиться, прочитать соответствующий текст и понять, что если у меня есть каталог, то это не просто каталог, это каталог, это будущее, вот они, это каталог будущей России, вот они, и, что из этого был дички, господи, как у вас хватило ума нажать на, копирую, и скопирую, 90-летние даты, я же перепроверял потом, сейчас это нормально, сейчас это любой может сделать, что вы творите-то, почему вы не творите, я же, Ольга, вам и ваши подруги, которая ярость за вас ступилась, Медведева, Наталья, кандидата того, вы почему не это, я же вам сказал, я вам подарю несколько сотен косточек разных, и то, и другое, ни один, ни два, сотни подарю, вырастите сад, поймите, вы моложе меня, это же никогда не поздно, 4-5-6 лет и ваш сад благоухает, тем более вы живете, одна где-то под Москвой, другая где-то под этим, там, где Мичурин хозяйничал, кто вам не дает, вот, только из-подворотни получается, голос из-подворотни, нельзя же так, вот, смотрите, а и мне, из-за вас нет заказов, люди никогда не выяснят это чудо, ну, еще последнее, ладно, из чего это, минута, семена от вас, ну, поняли, вот наш первый урожай, восторг вкусно, 10 семян самых крупных, ну, что вам еще надо, а? Наталья, Ольга, сколько раз говорю, откажитесь, откажитесь, если где-то будет написано, ну, ошиблась, это не надо ошиблась, пересмотрела точку зрения, оказывается, когда я написал, что это уже, это самое, что выросли дикари, появились свежие данные, что оказывается, бывает, хотя бы так, осторожненько, в других садах, может и есть дикари, например, в научных, я же видел эти научные учреждения, Челябинское, там такую мелочевку выращивают, вот, что они от моих этих младшушек-то не отличаются, все, возвращаемся в каталог, и так вы поняли, что такое, как они собственные, ну, ой, там еще мне, как же, мне делают так, как мне быть-то, вы как мне быть-то, ведут, еще их, сотни, 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 сотни. Это что, Ольга? Вы же не мне навредили-то. Я тут, с Богу же не поврюю, у меня пенсия 24 тысячи, 23. Вы представляете, какой вред от вас? это половина из косточек терпите досматривайте это не мое, не что это из моих семян, из моих черенков или саженцев железного ничего, прошли годы, достигнут гигантский успех, это несколько нобелевских премий наука не может это никак, это же надо хотя бы посмотреть, а кто будет смотреть? а вот самое скромное, это дикари, но это самые скромные из скромных так, все, переходим в каталог, и вот этот каталог, я еще расшифрую, почему? потому что это уникальная вещь это только маленькая часть, ну что, будем заканчивать вот, и уже доказано сотней моих сторонников, что ни черта, Ольга, не вырастут дикари из этого никогда, ни одного случая обидно не за вас, обидно за этого Тимирецкого академика, которая не могла выпустить нормальных таких как бы, любознательность нужна а вдруг правда железа, если даже один процент, а вдруг это правда? вот ведь как надо-то вот как надо-то и у вас будут такие же чудеса это же Фаина, а Фаина моя, моя ученица, создатель моего сайта Катя Карташова из этого, из Селябинска, вырастила из сей косточек чудо получила, я про это сколько показывал вам? вот этим заканчиваю, ребят, вам нужны мои эти косточки заказывайте, и еще, не пугайтесь в этих ценах я пенсионер, пенсионеры будут скидки вот, многодетные я помогаю примерно 10-15, я даже не считал, семьям, у которых дети не знают слова папа, вообще, они такого слова в жизни не произносили вот я им помогаю значит, если многодетная семья, я что, буду полную стоимость их брать? а? вот инвалиды, я что, если в жизни не повезло давайте хоть тут повезет давайте хоть сад вырастите который продлит вам жизнь и так далее, и так далее все, благодарю за внимание а то я в это самое уже, как бы это сказать-то я уже завелся, надо остановиться так далее, и так далее